Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не знаю пока. Слушай, а я же тебя знаю. Ты с Повозья? С Москвы я. Вы письма. А, письма. Письма писать. А я видел вас. Молодец, мечтай. Стоишь там, слушаешь меня внимательно. Сначала ты разбегаешься. Потом прыгаешь. Мышцы крыльев на вреде обязательно. И двигать ими начинаешь. Все понял? Вот, молодец, молодец. Готов? О, подожди. Что такое? О, так. Айду. О, молодец, молодец. Вася, Вася, у нас помощничек. Давай, будешь работать по его команде. Вася, вася, я- Вася, вася, вася. Что, что-то. Что, что-то, что-то. Что-то, что. foишь. Оксаныч, я ничего не понимаю. Ну давай погутарим литом. Чего непонятно-то? Ну ничего же не изменилось. Крылья есть, правда, но все остальное так же, как и было. Дом как дом, деревня как деревня. Кажется, вам пройти километр пятьдесят, на автобусная остановка и до рай центра. Вот уже неправильно. Какой может быть у рая центр? В рае нет центра, а ты центр рая. И автобус у нас не горит. Живешь, работаешь и кажется, что что-то должно произойти, а здесь ничего не происходит. Вот потому-то мы то, что там на земле было, свободой и называем. Здесь ведь тоже земля, и хорошее, и плодородное. Только на той-то земле ты ждал чего-то. А на это и не ждешь. Ну или хотя бы не знаешь, чего ждать. Я вот на здешний народ смотрю, думаю, ну может произойдет хоть что-то сколько, а? А не происходит, понимаете? Не происходит, и все. Вот и живу. Летаю по свету. А как у тебя это получается, самочка? Я знаю. Хочу летать. А у меня получится. Ты летать давай сначала, лоучи. А там, поглядем. Что такое любовь? Любовь, Марк, это когда одному человеку хорошо, а потому что тебе хорошо. А ты на свободе любила кого-нибудь? Любила мужчину, мужчину, еще какого мужчину. Мы все его очень любили. А как это все? А вот так. Бывало, соберемся с девочками, смотрим на его портреты. И очень нам хорошо. Ставим его портрет прямо на стол, и лучше жить из-за я. А он кого любил, а он жену свою ужимался. Так он женатый был всю жизнь. Так, выходит, он своей же не изменял? Не изменял, Марис, он нас просто любил. Так это разве не изменно кого-то другого любить? Не знаю. Вот жаль, со свободой работа, помоги. Он на коней лотокускакал, и его ихней самой главной шашкой порубил. Не рубил. Потому что тот из последних сил, из самых последних сил, ихнего самого главного на перевес с вами. А звали его как Ленин. Куда бежать-то? Куда-нибудь. Куда хочешь, туда и беги, тут место много. Нет, а на свободу. На свободу нельзя. А ты пробовал? А как пробовать-то? Куда пробовать, а? Тут над головой такое же небо, А за ним такой же космос, огромный и большой. Ну, что с тобой обратно волочь? Такие крепкие-крепкие сигареты без фильтра. С французскими буквами какими-то. Ну вот я и пошел как-то курить однажды красиво, на звезды смотреть. Все мне говорили, прикрывая огонек рукой. Ну, я всегда и прикрывал. А вот в этот раз задумался и не прикрывал. А война у тебя с кем была? А, не знаю. Нам сказать забыли, а мы и страшок не стали. А вот ты им что сделал? Ничего. А убили за что? Загонек. Загонек? Загонек. А за это у нас убивают. Ну, меня же убили. Дураки, блин. Нет, они как раз-таки молодцы. Это я дурак. А, ну да. Да и у нас дурак. Я дурак? Это я дурак, да? Ты сам только что мне сказал, что ты дурак. Я дурак. Саныч, Саныч, он меня дураком обзывает. Саныч, Саныч, мы все сами узнаем. Все нормально. Тут в округе почтальон объявился. Говорит, что все письма доставили для свободы. Хотя, Саныч не верит. Нин, ты не думай. Я о тебе не забыл. Я тут все время вспоминаю, как мы с тобой ходили вечером гулять. Я все время думал, как же тебя поцеловать. А ты думал, а как сделать так, чтобы я поцеловал тебя. Ну, почему ты не поцеловался? А почему, не знаю. Да и глупость все это какая-то. Серега меня правильно бирать чеком считает. Нин, я вот думал, что если я все как-то заново смог прожить, то я гораздо больше целовался бы с тобой, чем целовался до того, как оказался здесь. То есть я вообще с тобой не целовался. Это я так себе представляю иногда. Потому что здесь про поцелуи что-то не думается. Да и о бабах здесь тоже не думается. Ой, Нин, прости. Баба, это не ты. Это я так вкратце о женском населении. Вкратце о селе. Летать научился. Чувствую себя нормально. Парник научился делать. Красивые овощи. Всегда твой. Кто хангел? Хангел, фигангел. Нин, подскажи. Если вдруг кто-нибудь к нам собирается, пожалуйста, попроси его с собой, беломорчику, взять. Несколько пальчиков. Вдруг найдется. Ты просто глупый. Ты уж извини, но более грубых слов я не знаю. За Току вот обидно. Его на войне пришибло. Я вот не понимаю, как. Как вот его так вот могло на войне убить. Вот тебе нравится, мать. Вот ты иди и воюй. Хотя Токе-то, наверное, уже все равно. Он-то человек уже свободный. Не прощай за них, мать. Карл Залич говорит, что не дает. Меня зовут Маруся. Молодая девушка неопределенного возраста. Я очень хотела бы познакомиться с тобой, завязать какую-нибудь переписку. Возможно, даже я в тебя влюблюсь. Правда, мы с тобой никогда не увидимся, если ты попас какой-нибудь. Тогда можно греть слабую надежду, что какие-то вещи произойдут. А себе хорошо готовлю, красивое. По крайней мере, гораздо краше Саныча, это совершенно точно. Люблю петь и стирать. Но если что, то всему могу научиться. Ну, все, дальше я не буду читать. Дальше про то, что неизвестно как называется, а мужчинам это не понятно. А чего это там называть, как никак не называть-то, а? А мне теперь Станин все про это рассказал. Это то же самое, что любить Ленина, только немного больше. А я вот тоже письмо написал. Стоя, ка-ну, 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 ка-ну.